Этот десерт родом из Дании, но попав в 40-х годов в Израиль, настолько полюбился местным жителям, что они его стали считать своей национальной сладостью, без которой не мыслим ни один праздничный стол. Пирожное крем бы готовить несложно, важно соблюсти рецептуру и последовательность приготовления. Шоколад для глазури можно брать любой, но лучше всего подойдет горький шоколад, желатин можно использовать и листовой, и обычный. Использование джема по желанию, важно чтобы он был плотной текстурой и не растекался. Мука пшеничная 100 грамм. Сливочное масло, 100 грамм, 50 граммов, в тесто и 50 граммов, на приготовление шоколадной глазури. Сахарный песок, 150 грамм, в тесто 40 граммов, на приготовление белкового крема, 110 граммов. Ванильный сахар, 10 грамм, если ванильный сахар в пакетиках, то один пакетик идет в тесто, и один пакетик, в белковый крем. Яйца 2 штуки, в тесто 1 желток, на белковый крем 2 белка. Разрыхлитель, 0,4 чайных ложки. Соль, 1 щепотка. Листовой желатин, 5 грамм. Вода ледяная, 1 столовая ложка. Шоколад, 100 грамм. Ягодный джем, 20 грамм, по желанию. Количество порций, 10. Подготовьте продукты в соответствии с рецептурой. Положите в блендер муку, 40 граммов сахарного песка, разрыхлитель, щепотку соли и ванильный сахар. Добавьте туда же охлажденное сливочное масло, порезанное кусочками, в количестве 50 граммов. Добавьте 1 яичный желток. Пробейте блендером в мелкую крошку. Высыпьте смесь на стол, добавьте 1 столовая ложковую ложку ледяной или очень холодной воды и соберите тесто в шар. Собранное в шар тесто положите в пакет и уберите в холодильник на 30 минут. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 0 сантиметров 3 миллиметра и вырежьте формочкой. Традиционно это груглая форма, печенье диаметром примерно 4 сантиметра. Уложите печенье на противень, застеленный листом бумаги для выпечки, должно получиться 25 штук. Выпекайте печенье в духовке, разогретой до 180-200 градусов, минут 10-12 контролируйте процесс выпечки. Для приготовления белкового крема поставьте на водяную баню жаропрочную миску, в которую положите 2 яичных белка, сахарный песок в количестве 110 граммов и ванильный сахар. Можно добавить щепотку соли. Миска не должна касаться воды. Параллельно замочите 5 граммов листового желатина в холодной воде. Непрерывно помешивая белки, доведите белковую массу до температуры 50-55 градусов, если нет специального термометра, ориентир, масса должна стать ощутимо горячая. Отожмите желатин и положите его в белковую массу. После того, как введен желатин, взбивайте миксером примерно 10 минут на средней скорости до получения стойких пиков. На часть печенья или на все печенье можно нанести немого ягодного джема. Я нанесла брусничный джем на 10 штук. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 1 см и круговыми движениями нанесите крем на печенье в виде высокой шапочки, после чего отправьте на холод примерно на 30 минут, чтобы белковый крем стабилизировался. На водяной бане расплавьте шоколад и сливочное масло. Вода не должна касаться дна миски с шоколадом, при этом непрерывно помешивайте. Наносите расплавленный шоколад обычной кулинарной кисточкой. Делать это следует достаточно быстро, чтобы шоколад не успел схватиться после нанесения шоколадной глазури подержите на холоде минут 15-20. Готовые пирожные разложите в бумажные формочки, так они лучше сохранят форму. И зовите домашних дегустировать кремба, это не пирожное, а настоящее блаженство.